Телеканал КРТ представляет Этот парламент принял банковский закон, земельную реформу, игральный бизнес. Все то, против чего было настроено против общества. Кроме банковского закона 60-70% против этих вопросов. Зато этот парламент генерирует много информационного шума. Занимается огромное количество времени, он тратит на турборежим второстепенных вещей. Это второстепенные вещи, я называю это турборежимом на минималках. То есть когда парламент работает по второстепенным, третьестепенным вещам, но очень активно. В режиме неочередных сессий, в спешке страшной, с таким задором молодецким. Особисто ваша думка, парламент має піти у отставку? Ви сказали, что очень много факторов, которые свидетельствуют о том, что, напевно, что мали бы піти. Нет условий сегодня для отставки парламента. Я думаю, что условия для отставки парламента могут сформироваться этой осенью и зимой, когда экономический и политический кризис умноженный на местные выборы, он может дать эффект дополнительного черного лебедя для нашей системы. И вот тогда могут возникнуть условия, при которых у президента сработает инстинкт самосохранения, и он решит пожертвовать парламентом ради личной должности. Этот парламент ему очень выгоден. Он слабый. Понятно, что в случае любых досрочных выборов парламента монобольшинства не будет. Причем существует вероятность того, что не только монобольшинства не будет, что слуга народа даже в коалицию не попадет. И президент получит абсолютно враждебного ему премьера, Ющенко-Тимошенко, помним историю всю эту. Но и поэтому президент пойдет на такой сценарий в крайнем случае. Но все же может существовать сценарий, при котором он на это пойдет. Если же, я вам еще добавлю один важный тезис, если же президент, если случится кризис, а президент задержится с распуском парламента, с этим, знаете, козлом отпущения для общества, такой игрушкой для оппозиции и козлом отпущения для общества выборами, то вот тогда это может привести к досрочному не только парламентскому, но и президентскому выбору. Короче, сегодня голос сказал про то, что идет в оппозицию до влады. А где он был раньше, как вы думаете? Что это была такая певная стратегия? Это не риторика. Мы сегодня с коллегами обсуждали, они там троллили, ага, смешно, голос, какая трагедия. Но это не так смешно, на самом деле, как это кажется на первый взгляд, поскольку голос – это вторая фракция после «Слуги народа в парламенте», которая больше всего приняла законопроектов. Около 40 законопроектов голоса в этом парламенте принято. Более того, напомню вам, что в свое время Зеленский и члены его команды, видны, говорили о возможной коалиции с голосом. Они держали голос на запасном пути, в случае, если к осени ему на большинство начнет рассыпаться, коалиция с голосом вполне рассматривалась как вероятный сценарий. Еще есть хуже намного сценарий с Тимошенко, и вообще не сценарий с ОПЗЖ или с Европейской солидарностью. То, что голос сегодня перешел в оппозицию, это означает, а, подстраховки этой на осень нет, «Б» означает, что Пинчук и люди, которые стоят за Пинчуком, отворачиваются от Зеленского. То есть эта группа западных элит и внутренних национальных элит больше не поддерживает Зеленского. И «Ц» – это такая, знаете, инстинкт голоса. Голос думает, что его оппозиционность поможет ему выжить, поможет ему вернуть частично какие-то рейтинги. Наверное, кураторы этого проекта тоже так на это надеются. Поэтому это непростое, это не просто риторика. В этом есть определенный смысл и определенное политическое действие. Повная стратегия. Да, конечно. Стратегия дій.